Здравствуйте, уважаемые любители ледных видов спорта! Мы в том месте, где ремонтируют планера. Нам сделали технический осмотр нашего планера и пусть это заняло больше времени, чем мы рассчитывали, из-за бюрократических некоторых причин, но в целом работа завершена. Такая погода нелетная, замечательная, когда планер можно забрать и завтра у него инспекция, ежегодная инспекция, когда планер по-настоящему проверяется. Не просто на бумажках там пишут и такую стопку бумажек делают, что может летать, как в некоторых странах, а проверяется по-настоящему. И мы к этому готовы, благодаря этим чудесным людям. Немного коротенький ролик про эту фирму. Покрасочная камера, не должно быть пыли. Все чистенько, аккуратненько и потом красится. Много видов красок. Вот как он видит крылышко, которое зачищено, готово к покраске. Дуодискус, приведенный в идеальное состояние. Да, друзья, это цех по ремонту, как это, фабрика по ремонту планиров. Занимаются они исключительно не изготовлением планиров, а их последующим ремонтом. Чтобы стало так, как есть здесь, сначала нужно с планера снять все покрытие старое. Как вы видите, вот планер, как он есть. Грязненький такой весь. Дальше с него сдирают слой полностью. Или, может, это уже даже покрытие какое-то. В общем, сдирается все и потом наносится новый слой. Вот, друзья, как выглядит снятие старого гель-коута. Нужно полностью вот это покрытие, которое защищает планер от ультрафиолета. То есть, вот оно, постоянно на него светит солнце и так далее. Оно постепенно теряет свою ровность, эластичность. Вот видите, такой желтый свет появился. Потом развиваются микротрещины. Микротрещины даже вы все видите. Вот, видите, какая гадость на поверхности. Вот оно. Вот это все. Кажется, что планеру кирдык. На самом деле, ничего подобного. Никакой-то тут кирдыка нету. Нужно просто все счистить. И, после этого, дальше нанести новый слой гель-коута. Потом, видите, наносится полировочная паста. Это многократно все полируется. И потом переходят в следующую комнату, где как раз красится. С чего мы, собственно, и начали. А вот эта работа самая тяжелая. Когда нужно снять все непосредственно до стеклоткади. Второй этаж для всяких мелких вещей. Вот, собственно, зашкуренные и готовые к последующей работе, так сказать, закрылочки. Какие-то лючочки. Вот классический пример вам. Как снимают старый гель-коут. Вот стеклоткань. Вот их подровняли. Здесь вот там ямочка, здесь выступ и так далее. Материал немножко ведет. Видите, здесь пришлось чистить гель-коут уже непосредственно стекла. Но при этом поверхность именно с точки зрения ровности, она как раз ровная. Ну и дальше нанесут краску и гель-коут, краску дополнительно. И все будет ровненько. Старое покрытие. А вот это покрытие. Вот оно уже частично счищенное. Вот как раз серединка. Это идет процесс непосредственно от нового, точнее от старого через потерю части вот этой пыли. Это гель-коут старый. Дальше вот чистенькое, то что покроется новым гель-коутом и будет покрашено. А это охрана. Охрана, встает охрана. Никто не покинет помещение. Вот как говорят, большая проблема. Посмотрите, друзья. Этот планер перевернуло, по-моему, грозой. Сломало пополам. Сделал новый шаблон. Ну вот геометрия, значит, выведена. И дальше это все будет склеено, будет как новый планер. Смотрите. Вот это самая тяжелая часть работы. Вы можете видеть внутреннюю структуру планера. Вот они соты. Вот внутренний слой стекла какой-то. Как это вот сейчас вот все придумать так, чтобы это склеить? Вот это вот склеит. И планер, мало того, будет летать эта работа сертифицированная. Он, конечно, будет немножко тяжеленький на хвост, но в целом рабочий. Фюзеляж, который тоже ободранный, готовый к покраске, тоже после ремонта. Вот видите, хвост был, наверное, сломан. Или еще сломан, да, еще вот видите, дыра в хвосте. То есть уже что-то сделано, геометрия уже подвосстановлена. Вот здесь сделано что-то, вклеено. Можете посмотреть, как из, можно сказать, утиля делается вполне рабочий аппарат. А это, кстати, лак. Да, кто-то приложил мини-лак. Как так можно приложить, была мощная гроза с торнадо. И вот эта гроза привела к тому, что многие планера улетели вот так вот. По небу летали без пилотов. Бах-бах-бах. И вот то, что есть сейчас. Ну и починят. Будут опять летать. Самое правильное место и чистое это офис. Можно вот ваш планер покрасить в любую из этих вот. Хотите, будет вот такой. Хотите, вот такой. Любой. Вот. Здесь мы сейчас... Вот висят панамки, как положено. Инструкторские. У меня такая есть инструктор. Фирма называется Aerotechnics. Начала работать она 10 лет назад. И сейчас это несколько ангаров, в которых выполняются не только механические работы, но и всевозможные электрические, покрасочные, восстановительные. Сейчас вы это все увидите. И нам вот так вот любезно проверили. Не просто нас отпустили, а ну езжайте с миром. А еще накачали колеса на прицепе. Вот пустячок, а приятно. Вот. 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 Вот.